Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта, раз у нас сегодня масленица, есть такая прекрасная возможность предоставилась спокойно сесть и ответить мне на те вопросы, которые я не могу ответить в рубрике ответы на вопросы вот так быстро-быстро-быстро. Короче, каждый вопрос будет отдельной темой, это очень важно. Я сейчас расскажу вот про этот HB101, потому что уже столько вопросов, что отмалчиваться невозможно, я расскажу свое мнение, потом расскажу, накидываю ли я снег в теплице, сегодня даже спор произошел. Как всегда, у нас же есть такая мода, мы все делимся на два лагеря, одни за, другие против и начинаем друг на друга. Вы не правы, вы не правы. Я просто выскажу свое мнение и обоснование мнения. И сейчас я начну вот с такого тоже важного вопроса. Светлана Юрчехина написала, Ольга, здравствуйте, ой, нет, нет, извините, Валентина Марченко написала, доброе утро, Оля. Подскажите, на лето вы убираете эти лампы, она имеет ввиду инфракрасные обогреватели, и как же действует на них конденсат и повышенная влажность? Или для теплицы нужна дополнительная изоляция вот этой клеммонной головки? Я ей написала, что отвечу обязательно в отдельном видео, потому что эта тема двумя словами не скажешь. Я вам расскажу с самого начала. Когда я увидела, как всегда в интернете, какие-то там ролики, рекламу у различных обогревателей, таких, 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 я решила, что инфракрасный обогреватель это как раз то, что нам нужно. Он и мягкий, и такое как бы равномерное тепло. Но придя в магазин, у нас рядом стояли два магазина. Один, по-моему, российский климат, Росклимат, а второй, не помню название, но это не важно. И вот мы во второй зашли, я спросила у продавца, скажите, пожалуйста, нам вот нужна инфракрасная обогреватель для теплицы, подскажите, какая мощность нужна вот на теплицу 3х4, и ну что-то еще поподробнее. Он же продает этот товар, а он нам сказал, их вообще в теплицу нельзя применять. Там же сырость, там же конденсат, вы что хотите, чтобы у вас скоротнуло. И он меня как бы не то, что оттолкнул от этого товара, он меня вообще напугал. Я подумала, что действительно, зачем тогда пишут в интернете, что применять нужно. Но я такой человек, я же люблю не одно только мнение, я сразу слушаюсь 2 или 3. Я пошла во второй магазин, и тут уже не стала спрашивать, подберите нам мощность, а просто так потихоньку спросила издалека, скажите, а инфракрасные можно применять в теплице? Он говорит, конечно можно. У нас берут для теплиц, для инкубаторов, для подогрева вот скота, вот в холодное время. Но я начала словами первого продавца говорить, так там же влажность, конденсат. Он мне сказал, вы понимаете, вы как только его включите, он как создает вокруг себя такую как... Ну что, конденсат ему не страшен, что проверено, дал гарантию, что люди пользуются этим. И он мне так убедительно все это рассказал, я ему поверила. Мы купили два вот этих обогревателя, которые я вам показывала. К сожалению, я пыталась прочитать название, форточку, голову в форточку и так и так просовывала, дверь-то еще не открывается. Название пока не видно, но я как только оттает, я сразу скажу, как называется и точно какая мощность. Спрашивали про стоимость, стоимость сразу скажу, не очень высокая по сравнению с газовым, который мы в том году за 7 купили. То ли 2 300, то ли 2 200, это зависит, конечно, от региона. И люди вот говорят, что где-то и 1600 есть, 1700, зависит от того, насколько вы удалены от Москвы. Обычно чем ближе к Москве, тем дешевле. Ну и вот принесли мы эти обогреватели. Это я все отвечаю на вопрос про конденсат. Мы их повесили. И чтобы испытать, да, мы знаем весной, что вечером уходишь вроде бы сухо, утром заходишь, вот эти все капельки висят на стене, вот только дверью хлопнешь, они ух, и все назад. И вот с этими инфракрасными обогревателями получилось так, что утром я когда зашла, открыла дверь и сразу же посмотрела, есть ли там конденсат. И оказалось, что вот там, где они висели, они у нас по центру установлены, еще на расстоянии примерно полметра или 70 сантиметров, вот эта площадь у поликарбоната, она вся сухая, ни одной конденсатины, если можно ее так назвать, ни одной капельки воды там не было. Да, на боковых дальше там был конденсат, он немножко истекает, но конденсат это обычное явление. Но дело в том, что я поняла, что он сам себя от конденсата как бы предохраняет вот этим вот, там же как-то, ну не буду принцип действия, там же нагревается что-то, вот это вот какая-то керамика и вот дает вот это как называемое теплое тепло, которое, ой, доброе тепло, которое говорят не сушит вот этот воздух как газовый, газовый он же как кислород съедает. И у некоторых, я даже один раз сообщение читала, что вот от того, что этот огонь как газ съел этот кислород, что растения вроде как задохнулись, ну не знаю правда это или нет, я говорю только по своему опыту, про свой случай, что вот эти инфракрасные обогреватели, мы пользуемся всего один год, пользовались в прошлом году, ни разу не было случая, чтобы вокруг них был конденсат, чтобы на них капал конденсат или чтобы на них скопился конденсат. Как-то получается вот так, у них устройство такое, что вокруг них создается вот этот сухой район в теплице и конденсата нет. Так что вот для Валентины Марченко и для всех, кто интересуется, я могу сказать, что повышенная влажность, да, она есть в теплице, но он как-то высушивает вокруг себя, вокруг этих инфракрасных обогревателей, влажности нет повышенной, конденсата вокруг них нет, и у нас не было никакого случая, ну как я считаю, что вот один год мы их использовали, всю весну включали, все равно если бы что-то было с ними, ну, если бы они не были предназначены, ну как, ну не могли бы использоваться вот в таком во влажном в теплице, мы бы уже это поняли. Я в этом году хочу еще два таких обогревателя купить, и когда куплю, я обязательно скажу вам и цену, и все. Все, вот этот вопрос я закончила насчет этого вопроса. Сейчас в следующем видео будет ответ на другой вопрос про теплицы, не менее важный, вот про накидывание снега. Кто-то набрасывает снег, кто-то не набрасывает, все это мы с вами обсудим. Пока с вами прощаюсь, будем сейчас вот все эти наши злободневные темы обсуждать, потому что очень хорошо, когда я высказываю не только свое мнение, но еще ориентируюсь на впечатление, мнение людей из других регионов, потому что действительно у нас ведь климат у всех разный, кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит. Потом вот после этого выйду в теплицу, покажу вам газовый обогреватель. Вот этот, если я рекомендую, инфракрасный, то про газовый я сразу скажу, что только в крайнем случае и действуйте с осторожностью. Там у меня уже будет совсем другая рекомендация, и такие хвалебные ода я не буду.